Здравствуйте! Продолжение следует... Продолжение следует... Прогноз был 57 пунктов, фактическое значение вышло 60,5 пункта, что является благоприятным. Но и также данные по Великобритании, именно показатели деловой активности, но и также сектор услуг показали худшее значение, что и сформировало в этой ситуации негатив, но и также удешевление Великобритании против американского доллара. Во вторник у нас публиковались данные дела климата Айфио Германии. Предыдущее значение было 94,8 пунктов, фактическое значение вышло лучше 95,7, что должно было в этой ситуации подкрепить евро против американского доллара. Но участники рынка ожидали заседание Федеральной резервной системы, которое выходит на следующий день. И на фоне именно ожидания, что Джером Павел, глава Федорезерва, будет ужесточать денежную кризисную политику, рынок держался давлением, и укрепление американского доллара продолжалось против валютных активов, но в том числе в этой ситуации и пострадало золото против доллара США. В 2020 году по США публиковался индекс доверия потребителей СВ, предыдущее значение 115,2 пункта. Ожидалось именно снижение данного показателя до отметки 111,8 пунктов. Фактическое значение вышло в 113,8, что является благоприятным для доллара США. Но и также одним из ключевых дней для США и по всему миру была именно публикация данных запаса сырой нефти в США. Предыдущее значение у нас было в профиците 0,515 миллионов и ожидали именно сокращение данного запаса уже до отрицательной зоны минус 0,728 миллионов. Фактическое значение вышло профицитное 2,377 миллионов барлей. Но участники ждали еще одного важного события, которое определяло дальнейшее тренд направления рынка. А это у нас было как раз же решение по процентной ставке Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, ну и также пресс-конференция Федерального комитета по открытому рынку, где выступает глава Федрезерва Джером Пауэлл. Процентная ставка осталась без изменений, значение 0,25%. В своем выступлении Джером Пауэлл отметил то, что в следующем заседании, которое пройдет в марте месяц, уже может произойти повышение процентной ставки. Участники рынка задаются вопросом, на какой объем повышение произойдет. А базовый именно 0,25% или же все-таки 0,50%, который может именно оказать шок для фондового рынка и также благоприятный фактор для роста американского доллара. И журналисты задавали вопрос, на что Жером Пауэлл конкретно ничего не отметил. Но намекнул то, что в каждом заседании Федеральной резервной системы может произойти именно повышение процентной ставки. А из-за этого Golden Saks и кроме этого Bank of America рассчитывают то, что повышение процентной ставки на этот год может быть 6-7 раз по объему 0,25. И общее именно повышение процентной ставки может составить 2%. А на фоне именно инфляционного давления, который в Соединенных Штатах Америки, пока что именно находится в отметке 7%. В четверг, 27 января, у нас публиковалось данные базового заказа на товары длительного пользования. Предыдущее значение было 1,1%. Прогнозировал значение 0,4%, что и составило фактически. Ну и также важным моментом было публикация показателя ВВП четвертого квартала первой оценки по Соединенных Штатах Америки. Предыдущий именно третий квартал у нас закрылся на рост показателя ВВП 2,3%. Участники ждали именно первой оценки рост показателя ВВП на отметке 5,5%. Но значение вышло гораздо лучше 6,9%, что в этой ситуации как раз подкрепило динамику американского доллара. И произошло в этой ситуации укрепление против евро и британского фунта стейлинга. Ну и также здесь именно золото сформировало резкий скачок цены на понижение и пробило отметку 1830 долларов за одну тройскую унцию. И в дальнейшем направилось до целевого уровня 1800 долларов, который мы именно обозначали на прошлой рубрике. В продолжении четверга 1830 у нас публиковалось число первичных заявок на получение по Соединенных Штатах Америки. Предыдущее значение у нас было 290 кг и ожидалось именно сокращение данного показателя до 260 кг. Значения как раз фактически оправдались и изменений никакого не привели. С учетом показателя четвертого квартала ВВП 6,9% благоприятно повлияло на американский доллар и дальнейшем. И это формировало именно падение золота и закрытие на отметке 1791 доллар и 655 тысячных. Общее ослабление золота против американского доллара составило 2,34%. В пятницу 28 января в 14.00 по ташкентскому времени публиковалось данное ВВП Германии. Предыдущее значение у нас было 1,70%. Это именно рост показателя ВВП на третий квартал. И участники ожидали ухудшения данного показателя до отметки минус 0,3%. Но фактическое значение вышло еще хуже, минус 0,70%. И после этого евро закрылось на отметке 1,11477. Общее ослабление евро против американского доллара составило 1,73%. Ну и также в ВВП у нас закрылся снижение против американского доллара на отметке 1,33869. Общее ослабление процентного соотношения составило 1,23%. По нефтемарке Brent ситуация до сих пор сохраняется на восходящем тренде. Даже ужесточение денежной кредитной политики, которую именно планируют делать Соединенные Штаты Америки. Ну и также в этой ситуации профицитный показатель запаса сырой нефти не повлияло на его удешевление и формирование в этой ситуации нисходящего тренда. Цена сформировала отскок от уровня 84 доллара за 1 баррель нефти. И после этого закрылся ростом на отметке 88,74$. Общее укрепление нефтемарки Brent против американского доллара составило 2,12%. Ну вот мы с вами разобрались с итогом прошлой недели и рассмотрели ключевые факторы, повлиявшие на основные активы. А теперь мы с вами переходим на предстоящую неделю. На данной неделе по экономическому календарю нас ждет несколько важных событий. Касаемо евро, великобританского фунта Стеллинга, но и также нефтемарки Brent. На предстоящей неделе по экономическому календарю макроэкономические события будут опубликованы со стороны Германии в первую очередь. А это у нас будет индекс деловой активности в производственном секторе. Предыдущее значение у нас было 60,5 пункта и ожидается сохранение данного показателя. Также у нас будет опубликовано количество безработных в Германии. Индекс деловой активности в производственном секторе со стороны Великобритании. Это ключевой момент, который участники будут рассматривать. Предыдущее значение 56,9 пунктов и ожидается сохранение данного показателя. Ну и также индекс деловой активности в производственном секторе. Предыдущее значение у нас 58,8 пунктов и ожидается снижение данного показателя на отметку 57,5 пунктов. Число открытых вакансий на рынке труда JOLS со стороны Соединенных Штатов Америки будет тоже именно интересным для участников рынка. Предыдущее значение у нас было 10,562 млн открытых вакансий и ожидается рост данного показателя до 11,075 млн. В среду 2 февраля у нас публикуется индекс по 30 цент со стороны еврозоны, годовая оценка. Предыдущее значение у нас было 5% и ожидается значение 4,30%. Если данное значение оправдается в этой ситуации, Европейский центральный банк не будет рассматривать опять же дискуссию насчет ужесточения денежных кредитов политики, но и дальше будет вести свою политику по текущему направлению, что является благоприятным даже для евро, потому что они выбрали именно путь сохранения текущей процентной ставки, ожидания замедления инфляционных показателей на территории. В среду дополнительно у нас публикуются со стороны Соединенных Штатов Америки изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ЭДП. Предыдущее значение у нас было 807 кило, ожидается значение 208 кило. Если данный показатель выйдет хотя бы 300 кило, это является благоприятным фактором для ожидания ключевого значения, но фамперлса, который будет опубликован в пятницу. И участники рынка будут за ним следить внимательно. Для нефтемарки Brent будет важен публикация запаса строй нефти со стороны Соединенных Штатов Америки. Предыдущие значения вышли профицитными. Если данный показатель будет сохраняться, то это окажет давление для нефти в дальнейшем и может сформировать в эту ситуацию удешевление данного актива. Ну и также надо учитывать то, что участник рынка ожидает заседания со стороны ОПЕК+, который пройдет также в среду. Если объем добычи будут увеличивать, то в этой ситуации может именно повлиять на волатильность данного инструмента. Четверг, 3 февраля становится ключевым днем для евро и великанского фунта цельника против американского доллара. Так как именно 17.00 у нас публикуется решение по процентной ставке со стороны Банка Англии, предыдущее значение у нас было 0,25%, ожидается повышение данного показателя на 0,50%. Напомню, что на территории Великобритании уровень инфляции находится на отметке 5,4% и выше даже показателей инфляции еврозоны. И этот момент как раз же давит, на фоне которого глава Банка Англии Эндрю Белли рассматривает повышение процентной ставки. Ну и также 17.45 публикуется решение по процентной ставке со стороны Европейского центрального банка. И здесь процентная ставка сохраняется на уровне 0%. И важным моментом будет как раз же показатели первичной оценки инфляции, которые мы с вами выше указывали. Если именно показатели выйдут ниже, и сохранение процентной ставки здесь становится уместным. И этот фактор может в этой ситуации помочь евро укрепиться против американского доллара. Ключевым моментом еще станет здесь именно выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Если в своем выступлении она коснется уже старт сокращения количественных смягчений на территории еврозоны, это станет опять же благоприятным для евро. В четверг дополнительно со стороны Соединенных Штатов Америки в 18.30 публикуется число первичных заявок на получение по особой безработицы. Предыдущее значение у нас 260 кило и ожидается сокращение данного показателя на отметке 245 кило. Если значение выдать ниже, то это будет благоприятен для американского доллара. Также в 20.00 у нас публикуется индекс-менеджер по осложению для непроизводственной сферы США от ICM. Предыдущее значение у нас 62,3 пункта и ожидается падение данного показателя на отметку 59,3 пункта. После важных заседаний, которые прошли в четверг, в СССР и США ожидаются важные макроэкономические данные уже в пятницу. А это у нас является изменение числа занятых дней сельскохозяйственным сектором. Предыдущие данные разочаровали участников рынка, потому что ожидалось 400 кило роста. Ну, фактически значение вышло 199 кило. И после этого ожидается то, что именно данное значение может еще снизиться до отметки 155 кило. Если показатель нонфарма будет и дальше сокращаться, то этот момент не является неблагоприятным для американского доллара. И в дальнейшем может оказать именно давление для доллара США на фоне удешевления и укрепления евро и европейского фунта стейлинга против данного актива. Ну и также у нас публикуется уровень безработицы. Напоминаю, то что данные показатели уровня безработицы рекордно понизились до отметки 3,9% и находятся практически близок к отметке 3,6%, которая была до пандемии. И также хотелось бы отметить то, что Джероман Пауэлл в своем выступлении коснулся именно показателей уровня безработицы. На итог 2022 года ожидается то, что данный показатель может сместиться до отметки 3,4%, что является в этой ситуации дальнейшим благоприятным фоном для американского доллара. На этой неделе на фоне макроэкономерских данных, которые выше указали, по валютной паре евро-доллар мы ожидаем постепенную коррекцию против американского доллара, так как цена формирует на таймфрейм H4 разворотную волну. И в этой ситуации к ключевым уровням находится цена 1,11750. Это именно сопротивление. И ожидаем именно пробитие этого уровня и дальнейшее укрепление евро против американского доллара до отметки 1,12500. Основным макроэкономическим событием в этой ситуации является заседание Европейского центрального банка, которое может произойти ужесточение и дальнейшее укрепление евро. Но и также здесь надо учитывать обратную корреляцию индексом с американским долларом. Индекс американского доллара на прошлой неделе укрепился на 1,65% и ожидается коррекция. И этот момент как раз же имеет обратную корреляцию и приведет к росту евро против американского доллара. По вертанскому фунту стеллинга сохраняется среднесрочный нисходящий тренд, как у евро-доллара. И ожидается отскок от уровня поддержки от цены 1,33550. Основным событием в этой ситуации является, опять же, банк Англии, которым ожидается повышение процентной ставки. Если Эндрю Бейли будет повышать процентную ставку, это является благоприятным фактором для вертанского фунта стеллинга. Можно вспомнить, даже 16 декабря 2021 года после заседания произошло укрепление в вертанском фунта стеллинга и продолжалось на 4 недели. И в этом моменте может произойти коротковременное укрепление в вертанском фунта стеллинга до уровня 1,35% при отскоке цены от уровня поддержки. Но если Эндрю Бейли сохранит выжидательную позицию и не будет повышать процентную ставку, этот фактор может в этой ситуации привести к пробитию уровня поддержки 1,33550 и дальнейший его уход на удешевление против американского доллара до отметки 1,32800. Золото на дневном таймфрейме формирует симметричный треугольник, где произошло две касания уровня сопротивления, но и также поддержки, после которого цена сформировала падение ниже отметки 1,800 долларов за одну тройскую унцию. Но этому сопутствовало выступление Джерома Пауэлла, который привел к укреплению американского доллара, ну и также росту 10-летних казначейских облигаций, ну и индекс американского доллара. Эта коллективная ситуация привел к удешевлению золота. И участники рынка ждут постепенного коррекционного роста в данном инструменте на фоне сохранения симметричного треугольника. И здесь надо отметить то, что цена может скорректироваться до отметки 1,813,90 долларов. Здесь основным моментом является ожидание коррекции по 10-летним казначейским облигациям, которые с доходностью 1,77% могут сместиться на отметку 1,69%. И это может сформировать в этой ситуации постепенный коррекционный рост в данном активе. Но и также не надо забывать то, что инфляционные показатели могут ухудшаться, что фактически является благоприятным для золота в виде именно отскока на повышение. Ну и завершение о нефтемарке Brent. Данный инструмент у нас сохраняет восходящий тренд. После выступления Джерома Пауэлла цена сформировала боковик, где уровень сопротивления находится на отметке 90 долларов за один баррель нефти. Ну и также уровень поддержки находится на 87,75 долларов за один баррель. Цена находится на консолидации и постепенно формирует ослабление и замедление трендового роста, что может фактически привести к коррекционному падению нефтемарки Brent против американского доллара. Но здесь ключом моментом станет как раз заседание ОПЕК+, в котором рассматривается опять же увеличение объема добычи на 400 баррелей в сутки, ну и также запас сурой нефти, который публикуется по США. Если данный показатель запаса сурой нефти выйдет в профиците, это может благоприятно повлиять на укрепление доллара против нефтемарки Brent. И пробитие уровня 87,75 долларов может сформировать падение до отметки 86,40 долларов в виде коррекционного смещения цены и в дальнейшем ожидание все-таки сохранения восходящего тренда. Но технически, если мы с вами не учитываем фундаментальные моменты, надо здесь рассмотреть то, что цена о БОКЕВИКе. Если произойдет дальнейшее пробитие и 90 долларов за один баррель нефти, то цена может сохранить восходящий тренд и в дальнейшем. И цена может именно достигнуть целевого уровня, который мы говорили в прошлом обзоре, как 95 долларов за один баррель нефти. На сегодня все. Желаю вам всем финансовых успехов. Инвестируйте, чтобы создавать дополнительные источники дохода. Не знаете как? Следите за нашим обзором мировых рынков на телеканале УЗРепорт.ТВ, но и также на сайте www.alpari.com. Всего хорошего. До свидания.